Девочки, всем привет! Не удивляйтесь моему виду. Я просто сегодня не накрашенная, просто шла по магазинам вокруг да около. И вот зашла в какой-то один из наших магазинов. Он называется Winners. Я вам тысячу раз уже в нем снимала. Это канадская версия TG Maxx. Решила, чтобы вас не пугать, буду в темных очках. Ну и одета я тоже, соответственно, знаете, вот как просто выскочила из дома, просто потому что от скуки пошла по магазинам ближайшие. Вернее, мне надо было что-то сдать здесь, но я уже заодно, значит, думаю, дай посмотри, что у них есть, и заодно попримеряю. Я тут набрала всякой фигни, просто реально фигни. Просто так, от скуки. Просто потому что мне захотелось пошупиться, и видео снимать не собиралась, как вы видите, судя по моему личику неприбранному. Но я думаю, что за темными очками меня особенно не видно, и вы не поймете, на что я похожа. Ну и обувь такая у меня, в общем, короче. Все, я не... Ноги белые, не загорелые. Не судите строго. Все, давайте примерять, показывать вам, что я принесла, и, ну, просто так, развлечения ради. Так, наимоднейшая сейчас вязка кроше. Это то, что сейчас очень модно. И очень милый, симпатичный такой, немножко детский топик с ромашками. Никидушечка такая сверху. Кстати, в цветных шорты, мои кофты, мои майки очень подходят. Но он не маленький. Это размер медиум, мне бы надо было влашить. Это из молодежной линейки, поэтому у меня, видите, вот тут вот. Мне кажется, он должен был больше вот так вот состыковываться здесь, правда же? А он, в принципе, выглядит маловато. Но ларч не было, мне очень хотелось. И стоит он какие-то там 30 долларов. Здесь такой, в общем, симпатичный, но маленький, жалко. Мне нравится. Просто вот такой накинуть сверху на какое-то платье, сарафан. Знаете, когда вечером вы не хотите одевать что-то... Ну, у вас открыто, допустим, жарко, а вечером вы идете и становится прохладнее, и вы хотите что-то накинуть сверху. Очень прикольно, но маленький. Так, видите, 29 долларов он стоит. Ну, вот так он должен быть. Вот так он должен быть застегиваться. А у меня он прям сильно... Ну, какой же милый, боже, какая же прелесть. Красный топ с большим вырезом, лапша, свитер такой. И вы знаете, что он небольшой. Это размер ларч. И вот тут вот он мне прям вот как-то падает с плечей. Я тут сгорела вчера. Не смотрите на меня, на мою сгоревшую грудь и спину. Хотя брызгалась этим SPF-ом как ненормально. Она все равно сгорела. Значит, красный топ, он стоил 40 долларов. Сейчас он стоит 16 на сейле. Но вот здесь вот он не так ничего. А вот в плечах он мне, конечно, великолепный. И вырез очень большой. Поэтому смотрите. Видите, хорошая распродажа. Стоил 40 сейчас 16. То есть прям хороший сейл, но не мой размер. Ну, ничего особенного такого. Так, еще один топик из серии Кроше. Смотрите, сделан из таких вязаных ромбов. Да, не знаю. Очень приятный цвет. Очень приятно сделано вот эта вот вязка. Ну, вот это размер medium. И он мне вот здесь хорошо. А вот здесь вот он тоже как-то мне, видите, вот здесь вот. Здесь он как-то мне великоват. Стоит он 20 долларов. Вообще всего-то ничего. В принципе, недорого. И вот с шортом из бежевого. Прям прикольно очень. Ну, мне кажется, он мне как-то большеват. Хотя мне так нравятся такие вещи сейчас. Я прям... Мне прям они очень нравятся. Ну, здесь вот он мне даже. Вот здесь вот как-то. Хотя это medium. Мне надо было бы вот так вот подмышками, может, его сузить. Чуть-чуть. Но мне неохота возиться. А смол мне будет мало, наверное, вот здесь вот, скорее всего. Классический черный топ. Большой вырез. И он короткий. Хотя это размер large. Он не узкий. Стоит долларов 15. Тоже что-то такое. В общем... Ну, просто я взяла, потому что мне хотелось такой, знаете, без рукава. Здесь у него воротничок. Ну, очень большой вырез. Видите, как я сгорел. Здесь красный, а здесь не красный. Ну, вот такой. Он очень такой облегающий. И симпатичный. Ну, коротковат, мне кажется, да? И вырез большой. Может, его можно зашить? Вот это начинается. Здесь зашить, здесь ушить. Можно сделать вот так вот, знаете, схватить. Или брошка какой-нибудь моей. Или вот так вот и будет такая соблазнительная слезка. Не знаю. Ну, он такой. Фигурку делает. Такой хорошей. Видите, он стоит 17 долларов. Я поэтому подумала, может быть, стоит приметь его. Потому что это размер large, кстати. Потому что он такой, видите, классический поло. Здесь так разрезано. И он не очень длинный. Поэтому я подумала, что, может быть, это будет неплохая идея. С какой-нибудь высокой, на высокой посадке брюки или юбка. Но что-то не знаю. Не уверена. Даже за сколько? 17 долларов. Ах, что-то. Не в восторге. Знаете, что это? Не пугайтесь. Это не для того, чтобы носить это как одежду. Это для купальника сверху. Вот на пляж, на море, на бассейн. Надеть сверху. Чтобы выйти с бассейна, допустим, там, в ресторан. Попить кофе, поесть еды. Потому что мы собираемся вот в ноябре. В акурорке. И я... В ноябре или в октябре? Не помню. Ну, не важно. Не суть важна. Где-то вот осень. Я вот ищу такую штуку. Знаете, я не хочу, чтобы она была очень длинная. У меня есть такие, которые длинные. Такие накидки большие, длинные. А мне хочется именно вот такую, знаете, коротенькую. Но мне надо, чтобы понять, как она на мне сидит, снять шорты. Потому что на мне будет купальник, например, да. И здесь вот шорты широкие, большие такие. И оно очень на них как бы растягивается. А вот если сейчас я вам показывать не буду, шорты сниму. И посмотрю, как это выглядит без шорта, чтобы мне понять, хорошо или плохо. Это размер видео стоит на 25 долларов. Я еще хочу посмотреть на Амазоне. Там тоже полно таких. Ну, здесь можно купить и сдать. Поэтому я... Потому что, знаете, на Амазоне нельзя примерить. Тоже можно отправить назад. Но это такой... Бегать, носиться туда-сюда. А здесь можно померить. И, в общем... Хорошо, сейчас я сниму этот шорт. Не покажу вам. И посмотрю, как это выглядит без шорта. Так, смотрите. Оно стоит 25 долларов. Я примерила без шорта. Оно очень неплохо на мне сидит. Я думаю, что я ее возьму. Подумаю. В крайнем случае, сдам. Если найду что-то лучше. Ну, вот на купальник такая, знаете, накидка. Вот именно, чтобы уйти с пляжа. И пройти в... В номера, хотя бы. И пойти в ресторан, поесть там. Перекусить и выпить что-то. Ну, или вообще, когда вам надоедает, хотите сидеть в купальнике, вы можете на купальник сверху ее накинуть. Она все-таки прикрывает руки. Если вы боитесь сгореть. Ну, в общем, у меня есть такая длинная. А вот я хотела именно короткая. Короче, я себя переоценила немножечко. Взяла маленький размер. Ну, какой был. Оно мне мало. Платье очень красивое. Белое. Вот такое вот платье. Но оно мне очень маленькое. Я даже его сзади там не полностью устегнула, потому что невозможно. Все выпирается, все отпечатывается. Фу-фу-фу. Сейчас снимаю. Но идея красивого платья белого была бы очень неплохая. Жалко. Очень жалко. Смотрите, как оно красиво сделано, это платье. В принципе. Ну, такой вот. Широкие брители. В общем. Стоило оно... Стоило оно... 60 долларов. А сейчас 136 у нас в продаже. И написано, что оно... Из-из, это как бы, что оно где-то повреждено. И если вы его покупаете, то покупайте так, как есть. Но оно... Я не нашла, если честно. В Лос-Анджелес. Шелис Сегл. Не знаю, что за бренд. Шестой размер. И оно мне, конечно, маловало. Интересно, сколько оно стоило. Ну, неважно. Я не нашла никаких в нем повреждений. Что-то рваное. Что пуговиц не хватает. В замок работает все хорошо. Но оно, видите, на селе, потому что в нем есть какой-то демедж. Но я не нашла ничего. Но все равно оно мне мало, по-любому. Платье Готовься Ани Летом называется. То есть это зимнее, совершенно зимнее платье. Шерстяное вязаное платье из магазина H&M. Здесь продаются H&M и Zara, и Mango, и Banana Republic. В общем, всякие магазины. И Gap. В общем, все остатки, которые могут быть. В нем 5% шерсти. Все остальное синтетика. Немножко вот ворвение живота. Оно как-то не очень хорошо выглядит. В принципе, платье неплохое. Такое, знаете, базовое бежевое платье. Длинные рукава. Но есть манжи. Базовое платье. Вот такое вот симпатичной длины. Не очень короткое, не очень длинное. Это размер large. Вот. Ну и, в общем, стоит 17 долларов. Совсем всего лишь. Поэтому я думаю, дай-ка примерим. Неплохое платье. Ну, знаете, мне сейчас не хочется ничего на зиму покупать. Я не знаю, какой я буду толщины. Может, я назад поправлюсь. Ага. Офиг его знает. Оно мне не налезет. Поэтому ничего заранее не покупаю. Но взяла пример. Видите, всего ничего. Стоит 17 долларов. Это вот H&M. Размер large. Вот оно. И цена прям прекрасная. Платье очень милое. Знаете, оно так хорошо сделано. У него такая приятная. Как будто действительно какая-то ворсинка такая. Оно шерсти всего лишь 5%. Но выглядит очень неплохо. Представляете, я его так примеряю со шлепанцами. Если его с высокими сапогами какими-то красивыми. И оно такое базовое, что на него, под него можно надеть все, что угодно. Я имею в виду любое пальто, украшения, сапоги. Любые какие-то безумные там под змею или под что-то. Потому что оно само такое неяркое. Что, в принципе, его вполне можно как бы очень хорошо сочетать с чем-то. Цвет очень приятный. Бежевый такой приятный цвет. Так, девочки, это платье из арочки. Куда же нам без нее? Довольно странное. Единственное, что в нем красивое. Сейчас, посмотрите. У него очень красивый вот такой вот вырез. Асимметричный. Вот таким вот углом. Боже, я такая лохматая. Не смотрите на меня сегодня. Я вот сейчас буду телефоном прикрываться. О, сразу надо было так. Что-то не додумалась. Вот такой красивый, интересный вырез. А так оно такое, знаете... У него есть здесь разрез с одной стороны. Какое-то странное немножко. Стоит 20 долларов. Синтетик. Конечно же. Немножко странное оно, правда? Или мне кажется? Тоже зимнее. Ну, как бы. Я думала, что у него разрезы с двух сторон. И тогда это было бы так симметрично и нормально. А так у него получается с одной стороны разрез. А с другой стороны ничего. И оно как-то странно по этому сидит, правильно? Нет, вам не кажется? Мне кажется. Вот кроме выреза в нём всё остальное какое-то странно. Может быть, это туника, а не платье? Надо с какими-то джинсами носить. Не знаю. Может быть. Так, стоит оно 20 долларов. Зара, размером медиум. Не знаю. Мне понравилась идея этой горловины. Цвет такой приятный, молочный. Но само платье странное какое-то. Не очень. Так, смотрите. Прямо-таки прикольный комбез. Это комбез. У него здесь такая вот резиночка и такая вот завязочка. На пластиковой такой фигне. Стоит он долларов 16. Или что-то такое, 17. Но он действительно очень симпатичный. У него сзади два кармана. Единственное, что у него сзади замок. С комбезами. Я комбезы у меня есть. Я предпочитаю, чтобы у них была застёжка с перца. Чтобы было легко снимать. Но здесь замок такой не тяжёлый. Я не знаю. Цвет приятный, цена хорошая. Нужен ли он мне? Мне бы ещё давно ничего не нужно делать. Ну такой он удобный. Удобный такой, да. Прикольный. Не знаю, не знаю, что сказать. Размер смол, кстати. Подумаю. Видите, мне кажется, какой-то спортивный бренд. Стоит он 17 долларов. Что здесь написано? Нет, ничего не написано. Видите, размер смол. Бренд какой-то, который я не знаю. Вот такой. Уи-уи-уи. Что-то написано. Уи-уандер. Что-то такое. Ну здесь, видите, значок такой. Как будто впечатление, что как будто сзади карманчики. Ткань такая тоненькая. Как будто спортивная одежда какая-то. Почему? Почему-то. Потому что вот здесь вот эта вот штука. Это обычно в каких-то спортивных вещах. Но в принципе он милый. Очень такой, знаете, прикольный. Классный. Ну, не знаю, подумаю. Так, девочки, примерки сегодня были спонтанные. Такие, не очень. Ну, короче, я хожу по магазинам. Вообще не собиралась снимать. Но думаю, раз я уже хожу, примеряю. Так давай я уже поснимаю что-нибудь. Все равно время трачу свое. Гуляю. Не знаю. Вот я, скорее всего, куплю вот эту вот вещь. Потому что она мне нужна на пляж. На отпуск. А все остальное мне вообще даже не нужно. И ничего такого особо интересного не было. Просто вот похватало то, что видела. Видел класс. И пошла примерять. Все. Надеюсь, что вам хоть чуть-чуть было интересно. И хоть чуть-чуть понравилось. Все. С вами была Дита. Всем пока. Бай-бай.